Здравствуйте! С вами проект InDubai, меня зовут Азад, и сегодня я расскажу вам, как оплатить коммунальные услуги в Дубае. Как вы знаете, технический прогресс не стоит на месте, и теперь коммунальные услуги в Дубае можно очень легко оплатить через интернет. Для этого надо зайти на этот сайт, вот вы можете увидеть адрес, по которому надо зайти, и открывается такая страница. Это веб-сайт Девы. Если вы не умеете читать на арабском языке, можно переключиться на английский, нажав вот эту вот кнопочку. Давайте переключимся. Теперь мы видим англоязычную версию сайта Дева. Теперь нам надо нажать на вот эту кнопочку. Вот открылась страница, на которой мы должны ввести логин и пароль. Если вы еще не зарегистрировались в Деве, то нажмите сюда и зарегистрируйтесь. Итак, вводим логин и пароль. Нажимаем кнопку логин. Вот мы попали в личный кабинет. Здесь вы видите услуги, которые можно через него получить. И вот перед вами счет на оплату коммунальных услуг. Вот эту вот сумму мы сейчас с вами оплатим. Чтобы перейти к оплате, надо нажать на эту кнопку. В появившемся окне вы видите указанные данные контракта вашего с Девой, сумму, которую нужно оплатить, и также email-адрес, по которому придет уведомление об оплате. Далее нажимаем кнопку Pay. В этом окошке нужно указать свой email-адрес и номер сотого телефона. Сейчас я покажу, что будет дальше. Здесь оставляем кредит-карт. Вводим свой email-ID. Вводим номер своего телефона. Внимательно очень читаем, что здесь написано. Вам надо с этим согласиться. Выбираем эту галочку. Нажимаем кнопку Pay. И теперь мы с вами оказались на следующей странице. Здесь уже происходит непосредственно оплата через пластиковую карту. Вот вы видите, какие пластиковые карты поддерживаются. Вот вы видите сумму, которую надо оплатить. И здесь выбираем тип нашей карты. Вводим номер карты. Это именно тот самый номер, который написан на лицевой стороне карты. Далее вводим Card Verification Number. Для тех, кто не знает, хочу пояснить, что на обратной стороне вашей карточки, рядом с местом для подписи, есть трехзначное число. Вот именно вот это число сюда и надо ввести. Здесь надо указать дату, когда у вас заканчивается срок действия карты. Эта дата указана на лицевой стороне карты. Ну вот теперь у нас все готово для того, чтобы произвести оплату. Далее нажимаем кнопку Pay. Так, наш запрос обрабатывается. Вот и все. Платеж удался, прошел успешно. Здесь вы можете увидеть, что мы сделали электронный платеж на эту сумму. А это так называемая электронная выписка. Теперь можете проверить ваш email. Туда также пришла информация о том, что плата проведена успешно. Всего хорошего. Я желаю вам успехов. Не копите долгов по коммунальным платежам. Оплачивайте их вовремя.